Самых горячих точек на так называемой линии соприкосновения по зелёнке. Группа передвигается очень медленно и что называется след в след. В высокой траве и кустарниках множество сюрпризов от диверсионно-разведывательных групп противника. Растяжки и мины. Так звучит тяжёлый пулемёт УТЕОС. Украинские силовики, заметив ополченцев, открывают интенсивный огонь. Не смущает их даже то, что в это время в Широкино работают международные наблюдатели. Миссия ОВСЕ наблюдает интенсивный огонь со стороны украинской. И огонь весьма интенсивный. Обстрел не прекращается. Ополченцы вынуждены искать укрытие. Но и в этом разрушенном доме находиться небезопасно. Оказавшихся в ловушке ополченцев выручают товарищи по оружию, открывая по снайперским позициям ответный огонь. По словам бойцов армии ДНР, которые удерживают позиции близ Широкина, иметь дело им приходится далеко не только со снайперами. Тяжёлого вооружения у украинских силовиков предостаточно. И они не стесняются его применять. Тяжёлые танки, САУшки, Д-30. Тяжёлые работают издалека. А в Широкино? Наемники. В основном наёмники, да. Но зачастую обстреливают украинские силовики не позиции ополченцев, а жилые дома местных жителей, которые каждый день живут в страхе. Донецкая Народная Республика почти каждый день несёт новые потери. И это не только военные. За минувшие сутки ранения получили три мирных жителя. А населённые пункты Донбасса больше 30 раз подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков, утверждают Минобороны Народной Республики. При этом, по данным разведки армии ДНР, противник в последнее время особенно активно стягивает к линии разграничения тяжёлую технику.